Я считаю то, что мы очень предметно и четко акцентировали позицию Беларуси в отношении дальнейших путей развития Союза. Мы говорили о том, что, наверное, этап борьбы с барьерами, с препятствиями к свободной торговле, он уже заканчивается. Да, остались какие-то очень чувствительные позиции для каждой из стран. Но большинство завалов мы разгребли. Фактически рынок свободной торговли, он функционирует. То есть и свобода движения товаров, и капиталов, и людей, и услуг создан. И надо сейчас смотреть в перспективу. И за 7-8 лет Союза мы как бы выполнили первую задачу. Сейчас надо смотреть в перспективу. Мы должны уходить от торгового Союза к Союзу экономическому, промышленному и так далее. Потому что, как я сегодня сказал в своем выступлении на широком составе, эпоха глобализации заканчивается и заканчивается стремительно. Мир переходит на абсолютно новые Союзы. И именно в рамках вот этих Союзов и будет развиваться дальнейшая экономическая независимость. Поэтому наш Союз создан, он показал свою жизнеспособность. Поэтому мы должны его двигать дальше. Вот это с точки зрения, наверное, основных посылов. Мы сегодня обсуждали это. Но, конечно, надо делать совместные проекты промышленные. У нас ведь до сих пор здесь нет ничего такого искусственного. До сих пор остались производственные связи, которые были в рамках Советского Союза. И появились новые производства, технологии, которые уже за годы независимости были созданы. Конечно, на старой базе. Поэтому они дополняют друг друга. Надо от слов переходить к делу. То есть нужно создавать совместные сквозные продукты. Значит, мы предложили евразийский электробус. Не понравится электробус? Сделаем евразийский самолет. Пароход. Ну, все, что угодно. Но это надо взяться и делать. Продолжение следует...